Приветствую вас! Вы знаете, я посмотрел ваш профиль, вашу историю ответов, мне тоже кажется, что вы ошиблись, вы написали немножко не в тот раздел, вы написали в раздел психологии, а надо было в раздел эзотерики, поэтому рекомендую вам попросить модераторов, чтобы они принесли ваш вопрос в раздел эзотерики, если вы задавали его именно туда. Вот. С точки зрения психологии, да, с точки зрения психологии, что можно сказать по поводу человека, который, которого вы, ну, фотографию которого вы прислали. Значит, я бы сказал так, что человек этот социально ориентированный, то есть он ориентируется на мнение других людей. Может быть, это его не признает, но ориентируется на мнение других людей. Склонен обесценивать себя, склонен подавлять свои чувства, вот. Из-за чего может выражать их слишком экспрессивно. Склонен жалеть, обвинять себя в чем-либо. Не склонен решать свои проблемы. Обладает психотической чертой, то есть тяготеет к определенным людям. К определенным людям тянется, а определенных людей отталкивает. Для такого человека не существует полимеров, что для него либо так, либо так, либо все, либо ничего. Человек способен на обман, человек способен скрывать какие-то вещи. У человека существует определенная фаталистичная черта. То есть фатализм это чувство, когда, ну знаете, фаталисты, люди, которые убеждены, что они идут к плохому концу. То есть со мной все кончено, типа, что с меня взять и так далее, так далее, так далее. Человек мелочный, обращая внимание на мелочи, может придираться по мелочам. Человек настроение, то есть его настроение очень сильно влияет на поведение. Человек зависимый, то есть мне представляется так, что у данной женщины, да, есть определенная зависимость от чего-то. То есть я не могу сказать, что это алкоголь, наркотики, сикареты. Вот. Но зависимость от чего-то есть. То есть какая-то зависимость есть. Может быть даже есть зависимость от людей. Вот. Я увидел, что у человека что-то вроде крестика, но здесь не очень понятно на картинке, действительно ли это крестики, или это что-то другое. Вот. Но если это крестик, то я думаю, что человек верующий. Вообще вера, да, это еще одна черта вера, слепая вера, фанатичная вера, вера и так далее. Вот. Человек не склонен решать свои проблемы, не помню, говорил ли это или нет. Человек не склонен решать свои проблемы, склонен бежать от них, склонен отвлекаться, склонен замыливать свой взгляд. Вот. При этом человек хочет решить проблемы, но боится трудностей, не готов предпринимать какие-то шаги для того, чтобы решать эти проблемы. Из-за этого проблемы копятся, со временем человек это начинает давить, и в итоге происходит негативное реакция. Мне кажется, что данная личность склонна обвинять других людей, склонна обвинять других людей в своих проблемах. Вот. Склонна завышать себя, то есть, или завышать, или занижать искусственно. То есть, есть искажение реального образа человека. То есть, человек самообразно искажает свой образ. То есть, пытается казаться, а не быть, быть боится. Вот. Ну и что еще добавить? Добавить. Даже не знаю. В принципе, добавить, наверное, больше нечего. В отношениях это... Вот именно в отношениях это, скорее, ведомый его партнер, нежели ведущий. В рабочей сфере это сотрудник, который никогда не займет какую-то лидирующую позицию. А если займет лидирующую позицию, то страдать будут те, кто будет с ним работать. Вот. Начальники таких людей и ценят, потому что такой человек способен доносить, да, то есть, служить, ну... А, да. Склонны к сплетням. Вот. Склонны... Склонны к сплетням. То есть, может обсуждать других людей, и может, эээ... Нарушать личную пространство других людей, да, то есть, читать там переписки личные, вот это все. Вот. А там это обсуждать. Может. А мне думается, что... Не умеет хранить секрет-секреты. Не умеет хранить секреты. Вот. Да-да-да. Вместе с тем, как и сказала моя коллега, эээ... Или кто-то из моих коллег, уже не помню кто, эээ... А, по-моему, Ковальчик Александр сказал, что в ней есть что-то хорошее и доброе. Я думаю, что хорошее и доброе в этом человеке, эээ... есть за счет наивности. То есть, по большому счету, этот человек наивен, очень наивен. Ну, как и любой. Любой, у кого нет полимеров восприятия, да, в системе представлений. Эээ... Именно в силу своей наивности, именно в силу вот такой вот какой-то непосредственности может быть отсутствие контроля. Этот человек может приводить очень милое впечатление. Вот. Но либо на тех, кому он не угрожает, либо на очень сильных людей, которые, в принципе, не могут, не могут, не могут, эээ... пострадать от действия этого человека. Либо на людей, каких-крайне-крайне-крайне недалеких, скажем так. Ну, вот. И еще, эээ... При знакомстве этот человек может быть очень везливым, очень эээ... таким... эээ... чутким, очень эээ... приятным. А потом постепенно, постепенно раскрывается. Вот. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос, да, то, что это за личность. Вот. Хочется, эээ... сказать о том, немножко, немножко хочется сказать о том, что личность сама по себе, да, вот, эээ... как бы, знаете, вы не совсем, эээ... правильно сформулировали свой вопрос, Валерия. Эээ... личность, это... один из элементов, эээ... психологического портрета человека. Эээ... личность, это не весь человек. Эээ... личность, эээ... это не вся человеческая, эээ... так сказать, материя, да. Эээ... очень большую эээ... роль и много места занимает человек и его индивид... индивидность. То есть, физиологическая составляющая, телесная составляющая, материальная составляющая. Эээ... очень большую эээ... роль играет в человеке ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то социальная составляющая включена в индивидность. Но тем ни менее, во все-таки несмотря на свою включенность социальная составляющая идёт несколько обособленно, потому что можно быть индивидом, но можно не быть социальным индивидом, можно быть просто индивидом и не быть социальным индивидом. Вот. Социальные роли, социальные ожидания, социальная позиция, особенно вот в контексте этого человека, да, вот именно этого человека, играют очень большую роль. То есть человек, еще раз повторяю, социальное ориентирование, да, вот. Социальная роль, социальная позиция такого человека, она, ну как вам сказать, она не характеризует его как личность, не может характеризовать его как личность, именно социальная составляющая. Понимаете? Это очень, очень важно понимать. И только лишь, только лишь, а дальше, то есть только вот уже после социальной составляющей, после социальной составляющей, идет уже личностная составляющая. Личностная составляющая, это та, где человек делает свой выбор. Личностная составляющая, это та, где человек принимает какие-то решения и совершает какие-то поступки. вот эта личностная составляющая, и понимаете, выбор, выбор, личностный выбор человека, это достаточно такой деликатный, я бы сказал, аспект, потому что этого достаточно мало в людях. Этого достаточно мало в людях. То есть сложно, сложно это как-то вот специально, например, увидеть. Сложно это специально как-то заметить. Вот. То есть не всегда это бросается в глаза. И говоря, буквально ответить на ваш вопрос, что это человек за личность, нельзя, потому что личность нужно смотреть, нужно исследовать, нужно смотреть, какие решения принимать, индивид, что это за решения, которые он принимает, что он хочет этими решениями добиться, чего он хочет этими решениями добиться, понимаете. И вот, наверное, только так, только так можно будет ответить именно на ваш вопрос, что этот человек за личность. Вот. Понимаете? То есть я просто хотел, чтобы вы вот немного, ну, лучше понимали, да, о чем идёт речь. То есть чтобы вы отдавали себе отсчёт том, что происходит. Вот. Чтобы вы не путали одно с другим. И хочу, чтобы у вас не было, ну, не было путаницы. Вот. Чтобы вы понимали, что вот, эээ, у нас эта личность, это вот не всё тело психологического образа человека. Это одна, вот, обособленная часть личности человека. То есть одна обособленная часть психологического, эээ, тела человека. Вот. Но ни в коем случае не вся, не вся. Вот. И, соответственно, это, конечно же, накладывает определённый отпечаток, да, на возможность вам ответить на вопрос, что из себя представляет данный человек как личность. Вот. Я надеюсь, что мой ответ, эээ, вам помог, я надеюсь, что мой ответ был полезен, я надеюсь, что вы сделали для себя, эээ, или сделали, или сделаете для себя выводы. А, если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, я буду рад помочь вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго и удачи. уже пожалуйста, пожалуйста,, Продолжение следует...